В минувшую среду в Самаре состоялось первое в этом году заседание Общественного экологического совета при Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. В ходе заседания были подведены итоги работы совета за 2012 год, рассмотрен и согласован план мероприятий на текущий год и была заслушана информация о плане мероприятий по проведению в 2013 году Года охраны окружающей среды в Самарской области. Первым докладчиком стала сопредседатель совета и один из самых активных его членов Елена Беляева. Она в подробностях описала реализованные в 2012 году инициативы Министерства лесного хозяйства. Одной из наиболее удачных из них стало создание Общественной экологической инспекции из числа экологически образованных граждан. Организованы экологические рейды в Приволжском районе силами инспекторов Агапчево и Гориной по водоохраненным зонам и лесным массивам, в результате которых выявлено правонарушения, связанные с захламлением территорий, незаконным забором песка и разведением костров. В результате направлено порядка 20 обращений в районную администрацию, проведено около 350 бесед с гражданами, территория очищена от ботового мусора с силами властных администраций и волонтеров. Следующим слово взял руководитель управления региональной экологической политики и секретарь совета Андрей Ордаков. Он познакомил собравшихся с планом мероприятий Министерства лесного хозяйства на 2013 год, который, как известно, объявлен в России годом защиты окружающей среды. Всего план состоит из 86 мероприятий, одно международное, 16 всероссийских и 69 региональных. Работа по проведению года охраны окружающей среды будет организована во всех 37 муниципальных образованиях Самарской области. На стадии разработки областного плана нами были проработаны, представлены планы всех муниципалитетов. Почти в каждом из них присутствуют такие мероприятия, сориентированные на эко-даты, такие как День леса, День птиц, День воды, День земли, День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах России. Всего органами местного самоуправления будет проведено более 1200 мероприятий, за реализацию которых в каждом муниципалитете назначены ответственные лица. Ряд экологических мероприятий стартует уже 28 февраля. В этот день в правительстве пройдет совещание-семинар с руководителями муниципальных образований Самарской области, посвященные началу года защиты окружающей среды. С наступлением же теплой поры экологически образовываться можно будет почти каждый день. Одним из наиболее масштабных и массовых мероприятий плана является проведение Дней защиты от экологической опасности. Здесь с нами накоплен значительный опыт в проведении этих мероприятий. Оцененная и на всероссийском уровне Самарская область неоднократно занимала первое место по результатам общероссийского конкурса по итогам проведения Дней защиты на территории субъектов Российской Федерации. В нынешнем году в рамках Дней защиты будут также организованы традиционные конкурсы, недели экологических знаний, конкурс детских творческих работ на экологическую тематику. А также большое количество разнообразных природоохранных мероприятий во всех городах и районах области. Центральным мероприятием плана станет проведение форума «Эколидеры-2013», который традиционно состоится 5 июня, в День эколога. Не обойдут вниманием в Министерстве и уже полюбившийся жителям области экологический карнавал. В рамках форума предполагается подведение итогов нашего традиционного конкурса «Эколидер» по итогам 2012 года. Также проведение региональной выставки «Эколидер-2013» и также награждение особо отличившихся лиц в сфере охраны окружающей среды. Самым творческим мероприятием в рамках реализации плана будет традиционное проведение экологического карнавала. Мы его в этом году позиционируем как «Радуга». Планируем назвать «Радуга символизирует восстановление утраченных связей, единение человека с природой, символ прощения, награды человека, который дарует ему природа за усилия, направленные на восстановление экологического равновесия». Кроме этого, планом мероприятий предусмотрено проведение семинаров с участием представителей бизнес-сообществ, чья деятельность пересекается с вопросами экологии. Также запланировано проведение межрегионального круглого стола по проблемам реки Волги, а также участие министерства в общественных акциях «Марш парков», «Экофести на Лысой горе» и множестве других экологических акций. Кроме того, очень интересный проект предложило Международное экологическое движение «Терра Вива» под председателем Николая Николаевича Дроздова. Предлагает провести телемарафон. Я думаю, мы будем активно принимать в этом участие. Телемарафон по вопросам охраны окружающей среды проведет. Мы просто уверен, что эти все мероприятия найдут должный отклик в душе, наверное, каждого жителя Самарской области, гостей региона. Я так думаю, что реализация плана позволит и год охраны окружающей среды провести на должном уровне. И, соответственно, тот задел, который в этот год будет получен, будет в дальнейшем реализован. О планах на 2013 год рассказал и один из наиболее заметных самарских экологов Сергей Симак. Руководитель крупной общественной организации «Самарский социально-экологический союз», которая с этого года носит новое название «Самарская зеленая лига», поведал о готовящихся мероприятиях. В наших планах самарской зеленой лиги на этот год проведение регионального этапа, регионального и городского самарского конкурса «Природа, человек, страна», который мы уже целый ряд лет проводим совместно с некоммерческим партнерством «Птицы и люди». Конкурс сам по себе интересный. В нем участвуют школы с своими практически ориентированными проектами. Если в прошлом году, до прошлого года не приветствовалось, но еще принимались проекты, имеющие теоретическое значение, реферативные какие-то, то с этого года обязательные условия только из проекта, которые имеют практическое значение. С первого числа мы будем рассылать информацию об этом по всем школам. Тот, кто в этом заинтересован, кто не является представителем школы, понятно, что РС Емельянна получит автоматически. Пожалуйста, сообщите об этом, мы обязательно вам тоже пошлем. Конечно, очень интересно, чтобы у нас в регионе этот конкурс прошел как можно интереснее. В общем и целом, усилиями Министерства лесного хозяйства, губернских общественников и социально ориентированных бизнес-структур 2013 год обещает стать по-настоящему зеленым. Всем запланированным мероприятиям не хватает самой малости – участников и зрителей. Связь с советом и экологами можно держать как по телефону, так и посредством интернета. Стать частью экологического движения Самарской области может каждый.